Домовенок опустел. Уже вторую неделю в нем не слышно топота маленьких ножек и задорного детского смеха. С 30 марта малыши были распределены по другим детским садам города. Это учреждение посещало 57 детей. Все они ходили в две группы. Здание построено в 1917 году. С 1964 года здесь стал располагаться детский сад. Прошло больше 50 лет с момента работы дошкольного учреждения, но капитального ремонта в нем не было ни разу. За все это время требования к содержанию учреждения поменялись. Первым, что не устроило специалистов Роспотребнадзора, это качегарка, которой детском саду не место. Дальше нарушения последовали в пищеблоке, санузлах и состоянии лестниц. Сегодня специально организованная комиссия с представителей управления образования, администрации города и конкурсстройзаказчика приехали в опустевший детский сад, чтобы решить его дальнейшую судьбу. В первые минуты встречи собравшиеся оговорили все предписания, по которым была приостановлена деятельность учреждения. Роспотребнадзор, конечно, требует лицензии, что должна быть. Лицензии у нас ее нет. И никогда не будет, как они сказали. Условия, которые у нас есть, это то есть мы находимся в приспособленном здании. И ни один пункт фактически не соответствует Санпино 2010 года. За сегодняшний день это не первая проверка. С утра производилось визуальное обследование здания. И оно показало, что строение не в аварийном состоянии. Угрозы для жизни детей и работников дошкольного учреждения нет. Есть только одно нарушение, от которого избавиться невозможно. Это месторасположение рядом с дорогой. Хотя по нормам он должен стоять в 25 метрах от нее. Еще одна серьезная проблема – пищеблок. Надо просто посмотреть, во-первых, финансовые составляющие. Если мы сегодня устраняем все предписания, сумма эта нам прибывается, я думаю, что сумма будет у меня маленькая. Потому что здесь очень серьезные работы и очень затратные работы. И второе, самое главное, даже перед этим мы должны посмотреть, а площади по набору, если мы готовы делать пищеблок, надо понимать, что он будет соответствовать всем нормам. Со всеми наборами цехов, со всей учтенной по точностью, которая должна быть. Главным препятствием для нормальной работы домовенка – близкое нахождение с проезжей частью. Ведь даже если все предписания будут устранены в срок, лицензию учреждению не получить. Как один из выходов – организация групп кратковременного пребывания детей. Пока не просто рассматривалась, но в 2007 году, когда было письмо на закрытие дейки на детского сада, это просто рассматривалось кратковременное пребывание детей. Так, то есть по катковременному пребыванию там же у нас нормы несколько другие. И тем не менее, один из вариантов – то есть мы даем альтернативу родителям, то есть родители, которые согласны к катковременному пребыванию детей, именно с целью развития, обучения, подготовки к школе, они могут выбрать этот вариант. Если родители, конечно, не устраивают, значит другие сады устраиваются. Дальше комиссия проследовала в санузел. В нем по предписанию Распотребнадзора недостаточное количество унитазов и умывальников. Площадь для уборной нужно расширить, но возникает еще одно «но» – печь, которая может этому помешать. Нет, ну реконструкцию, если делать, там, естественно, печь отремонтирована. Нет, ну то есть, если мы выносим котельную, то печь тоже укурится отсюда. Ну, я так понимаю, она не устраивающая. Она не устраивающая. То есть, печь вообще выносит, и в принципе, вот эта площадь, она по количеству наборов. По количеству по набору, если предусматривать проследование на пребывание детей, она будет соответствовать. В течение этой недели члены комиссии должны взвесить все «за» и «против», прежде чем окончательно решить судьбу строения и полусотни ребятишек. Вариант один – положение, сколько это будет стоить. И при этом мы понимаем, что лицензии у нас не будет все равно, потому что от дороги мы не сможем удалить на 25 минут, как поужина. Либо вариант второй – оставляем сад, устраняем предписание, которое необходимо, и открываем здесь группы краткотременного пребывания. Сколько детей мы сможем принять, в каком будет режим. Каким выводом придут чиновники, мы расскажем в одном из следующих выпусков новостей. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Редактор субтитров А.Семкин